Я хотел бы поговорить О ключевых ценностях Какие ценности можно считать ключевыми? И вот цитата человека, который написал книгу о ключевых ценностях Орби Малфурс Ключевые ценности церкви — это ее неизменные, глубокие и неоспоримые убеждения Которые служат движущей силой для служителя Другими словами, это то, что глубоко ценится в церкви И многие церкви проделали эту огромную и трудную работу Определение ценностей Написание своих ключевых ценностей — это хорошая идея Но слишком часто после написания они так и остаются на бумаге Они не определяют жизнь церкви Истинные ключевые ценности не скроешь То есть, если я что-то считаю своей ценностью, я живу соответственно И со временем это проявится Этот человек, Олби Малфурс, в своей книге цитирует другого автора Чарльз Рейли, который пишет следующее Под основополагающими ценностями можно понимать Присвоенные человеком нормативные убеждения, управляющие его поведением Присвоенные, то есть я сделал их своими Они стали частью моей ДНК Вот посмотрите на спортсмена Скажем, на футболиста Когда мяч летит к нему, он даже не задумываясь может определить Сможет ли он ударить по нему головой или ногой Конечно, я вам не смогу продемонстрировать ничего подобного Я думаю, вам бы этого не хотелось Но настоящий футболист прекрасно знает Как и что ему сделать в какой момент времени Он уже подсознательно понимает Левой ногой ему лучше ударить или правой Они знают, какую позицию им лучше всего занять Чтобы принять пас и быть там, где мяч Подсознательно То есть нам нужны ценности, которым мы будем придерживаться подсознательно Не заставляя себя из чувства вины Нам нужно научиться отдыхать, не испытывая чувства вины Зная, что это здорово отдыхать Этим мы не гневим Бога, а угождаем Ему И Бог создал нас не только для того, чтобы мы работали, но чтобы и отдыхали Если мы с вами откроем Библию, то обнаружим, что в ней немало текстов, которые призывают к отдыху Вновь и вновь в Библии мы читаем подобные призывы И мы понимаем, что эти повеления неразрывны с нашей верой Неразрывны с христианством И мы сейчас посмотрим с вами на эти тексты и убедимся, что отдых – это ключевая ценность Бога Причем Бог придает покою настолько серьезное значение, что Бог почил сразу же после сотворения пример нам И на следующей лекции мы с вами поговорим о том, почему Бог отдыхал Ну а сейчас давайте просто отметим, что Он это делал Показав нам тем самым пример И мы прочитаем Бытие 2 глава 1-2 стих «Так сотворены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые Он делал» Итак, отдых – это то, что Бог сделал сразу же после того, как Он сотворил Вселенную И это пример для нас Второе, Бог придает покою настолько серьезное значение, что Бог благословил покой Интересно, что благословил Он после того, как появились живые существа на земле И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые творил Он благословил, дав понять, что это особый день, полный жизни И в-третьих, Бог придает покою настолько серьезное значение, что Он осветил покой И очень интересно то, что Бог благословил седьмой день и осветил его Осветил, как некое святилище Потому что, когда человек отдыхает, чтобы побыть наедине с Богом, Бог входит в его жизнь, освящает его своим присутствием А если человек пренебрегает этим, то пускает очень важное в отношениях с Богом Итак, Бог осветил покой И далее мы поговорим с вами о том, что это означает Бог придает покою настолько важное значение, что Бог назвал день покоем Суббота означает покой или прекращение Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня И здесь впервые мы встречаем слово «суббота» Книга Исход, 16 глава, 29 стих В то время Бог посылал манну с неба для того, чтобы кормить свой народ Посему Бог усыновил день и назвал этот день субботой Есть семь дней в неделе И отдых настолько важен для Бога, что Он выбрал день и назвал его субботой И каждая неделя напоминает нам об отдыхе Каждые семь дней наступает суббота Бог придает покою настолько серьезное значение, что заповедал отдыхать Мы знаем о том, что есть десять основных заповедей И многие люди даже знают их наизусть Многие из тех, кто читают Библию и ходят в церковь, могут процитировать хотя бы некоторые из них И вот четвертая заповедь как раз касается субботы Помни день субботний, чтобы светить его Шесть дней работай и делай всякие дела твои А день седьмой суббота Господу Богу твоему Не делай вон и никакого дела Есть десять заповедей И вот эта заповедь в этой десятке Все, что попадает в первую десятку, уж точно важно Поэтому я считаю отдых ключевой ценностью Потому что повеление отдыхать попало в первую десятку Дэвид Хэнсон, написавший несколько книг о покое, написал следующее Грек, беспрерывной работы, не предусматривающей времени для общения с Богом Отдельно оговаривается в десяти заповедях Аргументов, оправдывающих пренебрежение этой заповедью Мы находим больше всего Бог предлагает отдыхать, а мы отказываемся Мы придумываем оправдание Итак, идем дальше, номер шесть Бог придает покою настолько серьезное значение, что дал эту заповедь для всех И эта заповедь не касалась только лишь элиты, верхушки, аристократии Но отдыхать было заповедано всем народе израильском Включая даже животных Итак, Бог сказал Не делай воной никакого дела Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них А в день седьмой почил Посему благословил Господь день субботний и осветил его Седьмое Бог придает покою настолько серьезное значение, что сделал субботу знамением, связывающим его с его народом Народ становится Божьим не только потому, что служит Богу, но и потому, что покоится с Богом Это знамение между мной и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился Сам Господь покоился И это необходимо нам для того, чтобы возвращаться к жизни, восстанавливаться в Боге И особенно это значимо для нас, уставших и истощенных от жизненной суеты, измотанных после тяжелой работы И когда мы останавливаемся, чтобы передохнуть, мы восстанавливаем силы Наша тело обновляется Именно Бог нас такими создал И покой является знамением между Богом и Его народом Остальной мир работает без выходных, день за днем, рутинный образ жизни Но Бог по Своей благости и милости даровал покой Своему народу И в этом проявляется Его милосердие, что Он дает Своему народу отдых А мы отказываемся от Него Своим отказом поддаваться огромному прессингу со стороны западного общества вокруг нас Мы сами, по сути, являем собой для окружающих освобожденный Богом народ Наш покой свидетельствует остальному миру, что мы свободны Этот автор Питер Сказера написал две очень интересные книги «Эмоционально здоровая духовность» и «Эмоционально здоровая церковь» Бог придает покою настолько серьезное значение, что заповедал покой для земли каждый седьмой год Те, кто работает в сфере сельского хозяйства, знают, что земля нуждается в покое, в передышке В том времени, за которое она может восстановиться А в седьмой год, да будет суббота покоя земли, суббота Господня Поле Твоего не засевай, и виноградника Твоего не обрезывай Давай земле покой каждый седьмой год Бог дал покой земле Бог придает покою настолько серьезное значение, что дал своему народу землю, в которой они могли успокоиться Чтобы отдохнуть, нужно не только время, но и место, где это сделать И чтобы кончились странствования этого народа, Бог дал им землю, которую обещал им много веков до этого Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию Жены ваши, дети ваши, скот ваш, пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом А вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им Доколе Господь не успокоит братья ваших, как и вас Доколе и они не получат наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им Когда народ израильский пришел в землю обетованную, то он разделил ее на части И каждая колена получила свой надел земли Так что у них появилось место для отдыха Не только время, седьмой день, но и место Бог дает своему народу место для отдыха Бог дает отдых тем, кого он любит Повторю еще раз, Бог придает покою настолько серьезное значение, что дарует покой тем, кого любит Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон Напрасно, он говорит, вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали Ведь Бог милостивый, и тем, кого он любит, он дает сон Если человек выглядит изнуренным, истощенным, уставшим, то это знак для других, что Бог этого человека жесток И порой мы сами не отдыхаем и чувствуем себя виноватыми, если отдыхаем Но Бог говорит, кого я люблю, тому дарую сон И мир может недоумевать, а любит ли нас Бог, если мы выглядим уставшими и изнуренными Есть один стих в книге пророка Исаии, в котором записано «О нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь» Какой контраст с праведным, которому Бог дарует сон Отражает ли это ваше убеждение? Считаете ли вы, что вы должны работать без перерыва, постоянно, иначе Бог вас не полюбит? И некоторые даже говорят, никакого покоя нечестивым, а праведные в нем не нуждаются Кто-то говорит, я лучше сгорю, чем отдохну Я лучше загоню себя, упаду в конце концов без сил, чем стану отдыхать В крайностях нет ничего хорошего Бог призывает нас работать, но Бог также призывает нас отдыхать Итак, мы уже подходим к концу перечной причин, почему отдых является ключевой ценностью Одиннадцатое, Бог придает покою настолько серьезное значение, что дает день покоя как дар В Новом Завете Иисус сказал Суббота для человека, а не человек для субботы Это дар для человека, и человек соблюдает субботу не из-за того, что он должен, а из-за того, что он хочет, что это благо для него Бог придает покою настолько серьезное значение, что предлагает покой всем труждающимся и обремененным Наверное, наиболее красивый стих Писания, произнесенный Иисусом Христом Сказанный в противовес фарисеям и религиозным лидерам того времени, которые обременяли народ Иисус говорит Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко Очень красивый текст Священного Писания Бог предлагает покой всем труждающимися и обремененным И последнее, Бог придает покою настолько серьезное значение, что упоминает покой, говоря о небесных обителях В конце Библии, в послании к евреям, мы читаем такие слова «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих» Я сейчас скажу лишь пару слов об этом тексте, далее мы поговорим о нем подробнее Если перефразировать, Бог предлагает покой своему народу Который перестал пытаться заработать свое спасение Пытаться заработать свое освящение Потому что Бог дал все необходимое для нашего спасения И Он же обновляет нас Бог совершает работу в нас, меняя нас И когда мы входим в Его покой, то мы остаемся с Ним Мы не действуем против Него Бог руководит всем процессом спасения и освящения Он тот, кто меняет, преображает нашу жизнь Бог упоминает покой, когда говорит о небе Потому что в этом стихе говорится о небе, где мы найдем покой Но вхождение в покой начинается здесь Сейчас Лоис прочитает несколько текстов, цитат известных богословов И первая цитата — это цитата Джеймса Монгаммера Бойса Он говорит о земле обетованной, как о символе неба Бог целенаправленно вывел израильтян из Египта, чтобы, проведя их через пустыню, ввести в землю обетованную Там народ Божий должен был успокоиться от своих странствований Эта земля была символом небес Символ небес Земля обетованной Это не просто место на земле, где можно садить плодовые деревья Но это было некое отражение неба Символ неба здесь, на земле И вот что Бен Петерсон говорит о субботе Таким образом, субботство — это окно в будущее Оно указывает на время, когда Бог все приведет в порядок Оно дает понимание того, что бытие не ограничивается неумолимым бегом временем А смысл нашей жизни — мышиной вознёй И опять же, здесь говорится об отражении небес И предвкушение небес возрастает в нас каждую неделю, когда мы останавливаемся в день субботний И размышляем о том, как всё будет там, на небе И проходя здесь свой жизненный путь на земле Мы осознаём, что у нас есть символ небес Предвкушение небес здесь, на земле, каждую неделю И это готовит нас к тому дню, когда мы окажемся с Господом навеки Бог придаёт покою серьёзное значение А как насчёт вас? Вот в чём вопрос Леонард Духан записал очень сильные слова о христианстве И опять Лоис прочитает их Не видеть ценности времяпровождения с Богом в простом ничего не делании Значит, не понимать самой сути христианства Я думаю, что из этих трёх цитат разных авторов, это моя самая любимая Мы потеряли способность просто быть с Богом и ничего не делать Для меня это на самом деле сердце христианства И это то, что потеряло тело Христова Мы не знаем, как быть в тишине с Богом Как говорить с Ним и позволять Ему говорить нам Для обсуждения здесь в классе Или для личной оценки Я хотел бы, чтобы каждый из вас, смотрящих этот курс по видео Выполнил следующее задание И прозамышлял о том, какую роль отдых играет в вашем доме То, в какой обстановке мы выросли Сильно влияет на то, как мы ценим отдых И какое место он занимает сейчас в нашей жизни Я также хотел поделиться с вами, как учение об отдыхе было принято в других точках этого мира У меня была возможность преподавать на эту тему не только здесь, в России Но даже и в Африке, в Нигерии И я делился с ними о том, насколько серьезно ценит отдых Бог И прежде чем я закончил, один нигерийский студент поднял руку И обратился ко мне Доктор Эндерсон, доктор Эндерсон Как вы можете преподавать об отдыхе здесь, в Африке? Вы ведь не жили в Африке, вы не знаете о всей коррупции О всех наших проблемах Насколько нам трудно добираться из одной точки в другую У нас столько проблем, электричество отключают И так далее и далее И я ему сказал Успокойся и послушай Это то, что Библия говорит об отдыхе И после этого он сел И стал слушать Но вот после обеда нашелся другой студент И он также обратился ко мне и сказал Извините, доктор Эндерсон, доктор Эндерсон И он тоже был очень эмоционально возбужден Как мы можем слушать американца, который никогда не жил в Африке Который не знает всех наших проблем Когда нам отдыхать, мы так заняты Мы с трудом сводим концы с концами У нас такая коррупция, нам так сложно здесь жить И так далее и далее Я сказал Может быть ты поговоришь с теми студентами, которые прослушали эту лекцию утром И спросишь, что они скажут о важности отдыха Как Бог ценит отдых И вот на следующий день пришел еще один студент Извините, доктор Эндерсон, но вы не понимаете Вы приехали из Америки Вы никогда не жили в нашей стране И не знаете всех наших проблем, коррупции Как нам сложно здесь жить И в этот момент уже все студенты возмутились и остановили его и сказали Бог ценит отдых Этот студент, не ожидавший такого отлика от других студентов, сел Он понял, что он должен слушать, ибо это важно Богу А с этим необходимо считаться У каждого из нас могут быть свои оправдания, почему он не отдыхает Быть может наши родители учили нас, что отдыхать плохо Иначе мы станем ленивыми людьми и так далее Но речь не идет о том, чтобы не работать Мы должны работать И работать усердно И мы с вами еще поговорим о том, что Бог ценит труд Но Бог ценит и отдых И важен сам ритм, когда труд сменяется отдыхом Итак, спасибо за внимание И увидимся на следующей лекции Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok